Прямо сейчас лидер радикальной партии Украины Олег Лешко пришел на допрос в генпрокуратуру, услышим его комментарии. Прямо сейчас лидер радикальной партии Украины Олег Лешко пришел на допрос в генпрокуратуру, услышим его комментарии. Прямо сейчас лидер радикальной партии Украины Олег Лешко пришел на допрос в генпрокуратуру, услышим его комментарии. Прямо сейчас лидер радикальной партии Украины Олег Лешко пришел на допрос в генпрокуратуру, услышим его комментарии. Мы считаем, что подобные действия это выполнение политических замовлений за нашу позицию. Оскільки фракция радикальной партии, радикальная партия, перебуває в опозиции до влади, мы требуем реальной борьбы с коррупцией, реальной борьбы против, проводит сегодня наша партия против тарифного геноциду. Сегодня по всей стране радикальная партия инициировала позачаровые заседания местных рад и с принятием решения с вернем местных рад до органов влади про прекращение тарифного геноциду. Мы собираем по всей стране подписи против тарифного геноциду и мы рассеянем эти попытки, сегодня тиску на нас, за нашу позицию и еще и как намагание, это позволяет нас от деятельности против тарифного геноциду, который проводит нынешняя влада. Это попытка залякать нас. Мы уверены, что это также попытка залякать весь парламент, чтобы показать на примере фракции радикальной партии, что так будет с каждым, кто в опозиции до влади. Чи удастся владея нас залякать, я уверен, что нет. Мы, представители влади, рассказывают о том, что мы там на закордонных каких-то курортах отдыхаем. На отличие от влади, опозиционная фракция радикальной партии пребывает в Украине, в Киеве. Каждый день у меня заплановленный график встречи, работа, так же, как и у каждого из наших депутатов. Но, на жаль, мы сегодня не имеем возможности в полной мере выполнять наши депутатские повноважения, потому что влада усилякно перешкоджает нам в этом. Влада усилякно перешкоджает нам в возможности спілкуваться с выборцами и с гражданами. Нас отвлекают на абсолютно другорядные вопросы, на выгаданные, висмокнанные с пальца криминальные дела, где мы начебто должны быть свидетельствами и про что свидетельствовать. Поэтому, эта попытка тиска политических переседаний, она, безусловно, закінчивается невдачей, но мы считаем абсолютно принизливым и неприпустимым для нашей страны, когда правоохранные органы используются для разведения политических рахунков. В гирших традициях Януковича нынешняя влада делает все то же самое. Янукович присылал своих политических оппонентов, используя весь арсенал репрессивных и правоохранных органов. Нынешняя влада делает то же самое, пытаясь помститься нам за нашу позицию, за нашу борьбу. Они не выгадали ничего лучше, как тягать на щодня надопити. Мы их сразу закончим. Усих тих, кто сегодня грабует страну. Довели людей до ручки. Народ не знает, как извести кинцы с кинцами. Корупция, зловживание, грабеж. Они вместо того, чтобы реально бороться с всем этим, они имитуют борьбу, тягивая депутаты от радикальной партии. Я такий либеральный, как они, не буду. Я не знаю, в какой справе, сейчас будем разбираться. Там сколько накручено этих справ, сколько их выгадано, что мы сегодня уже по високу будем больше отримать, чем звернень громадян. Поэтому сейчас идем, з'ясуемо, в какой справе. И, безумовно, мы не відмовляемся давать сведения. Но, когда все это приходит в террор, когда мы щодня должны ходить и давать сведения о выгаданных справах, когда моих коллег-депутатов, вместо того, чтобы они работали в полях, вместо того, чтобы они были с людьми, они приходят дивиться на эти держиморди прокурорские. Розигнать их всех нужно до бісовой матери. И когда нам влада рассказывает о реформе судовой системы и прокуратуре, то единственная реформа – это извольнение всех судов и прокуратов. И сравнивать с землей все эти все эти будни. Або передать под школы и детские садки. Они развели десятки тысяч судов, прокуратов, хабарников, которые самым являются джерелом коррупции и зловоживания. И вместо того, чтобы реально бороться с коррупцией, они, бачите, нашли найбільш коррумповану фракцию Радикальной партии. Я прогнозую на вересень месяц внесения подания на притягнение до криминальной ответственности целого ряда депутатов от Радикальной партии, которые уже сегодня погрожают, вызывают и ставят умову, чтобы вышли с фракции, чтобы зрадили лидера. Зрадить лидера – это пів справи. А вот зрадить выборцев, зрадить украинцев, которые нам верят, этого мы никогда не увидим никогда. Так вот, влада подштовхивает наших депутатов, чтобы они зрадили украинцев. Через тиск, через погрози, через наезды, в том числе на членов семей народных депутатов. Это неприятные вещи в демократическом суспільстве. Миллиарды из бюджета витрачаются на то, чтобы расследовать замовные справы против Радикальной партии. За что? За то, что мы говорим правду, за то, что мы боремся, за то, что мы не даем владею тишком, нижком, тайком грабовать страну. За это меня не хотят посадить. И моих депутатов соли они насыпают себе на одно место. Мы просто так не дамось, мы будем бороться за каждого члена нашей команды и за каждого украинца. Мы не дамо владею грабувати наш народ и нашу краю. Дякую.